Почему некоторые люди не хотят иметь детей? Это действительно хороший вопрос. Интересные такие люди действительно существуют. Вообще сейчас популярен термин из английского языка child free. Он переводится буквально следующим образом. Child – ребенок, free – свободный, то есть свободный от детей. По-русски существует другой термин демографический – добровольно-бездетный. Это, в общем, об одном и том же. То есть у людей здоровье позволяет им иметь детей, но они просто сами не хотят и сами от этого отказываются. И вот, значит, они появились, получается, где-то, как такая группа, свободные, увлекающиеся различными сторонами, другими жизнью, где-то с начала 70-х годов. Их стали изучать примерно в это время, и где-то к 80-м о них уже заговорили. Исследовательница канадская Виверс, она написала об этом книгу и несколько статей. Она, в принципе, еще жива, но уже отошла от академической деятельности. И, собственно, вот эта классификация, которая говорит о том, кто такие child free, что они бывают, реджекторы, то есть им не нравится все, что связано с детьми. И аффекционада. Аффекционада – это вообще испанское слово, слово affection, которое интернациональное. То есть приязанность, которая слишком привязана к своему бездетному стилю жизни, которому он настолько нравится, что они уже не хотят его никак менять. Вот эта классификация принадлежит ей. Она исследовала качественными методами, и вот она об этом впервые написала. Собственно говоря, ее вот эти первые выводы до сих пор никто ничем не опроверг. Ну, есть, конечно, там люди, у кого идеологически другие взгляды на это, но это другой вопрос. А скорее их только дополняли. Но до этого, до контрацепции, в принципе, child free тоже существовали, христианство допускало возможность уйти в монастырь. То есть монастыри для женщин, насколько я знаю, распространились где-то в районе тысячного года, после Рождества Христова до этого их не было. И до этого, наверное, вообще люди жили спонтанно, и там были немножко другие проблемы. Но выбрать бездетность можно было вместе с выбором отсутствия брака, то есть вместе с выбором отсутствия секса. Это было всегда, и для мужчин, и для женщин это было доступно. Есть такая вещь, как, например, европейский тип брачности, который начал развиваться с 1300 года, ну, начиная там с Финляндии и дальше на Запад, очень большие пропорции людей не вступали в брак, и мужчины, и женщины. И, соответственно, отчасти это было связано с тем, что они не хотели детей. А почему они их не хотели, другой вопрос, мы не можем их спросить. Но есть, например, очень интересная история с Ирландией, которая сначала такой не была, и потом там в 1830 году случился очень сильный голод. А до этого там все же вступали в брак, и все имели очень много детей. Ирландцы любят иметь много детей до сих пор, хотя сейчас там уже тоже идут свои процессы. И вот тогда у них очень многие умерли от голода, потому что просто земля не могла прокормить столько людей. Невозможность кормить детей тоже может быть причиной, почему их лучше не иметь. И тогда у них почти 50% после этого мужчин перестали вступать в брак, потому что пока у них не было вот своей фермы, и они не были уверены, что вот она картошка, вот она еда, то, значит, вот тогда уже можно было жениться. И, соответственно, и женщины тоже не вступали в брак. Случилась, конечно, еще эмиграция в Америку массовая, то есть как-то люди эти проблемы решали. Ну, вот так вот это было. То есть это нельзя сказать, что они это делали с большим удовольствием. Наверное, они все-таки хотели бы не так, но это все-таки был их личный выбор. Среди чайлдфри, добровольно бездетных, много единственных детей в семье. Что такое единственный ребенок в семье? Это человек, который не видел, как растят младенцы, как правило, особенно если он еще растет в таком обществе, где, в принципе, вообще у людей мало детей. Он может видеть бездетных дядюшек и тетушек вокруг себя и может не видеть за все детство ни одного младенца. Он не включен просто в эту тему, он не представляет себе, как это все устроено. Ну, есть еще, конечно, всякая идеология, что это связано с эгоизмом, что видится ребенок эгоист обязательно. Ну, ее, так сказать, серьезные исследователи не подтверждают. Хотя, ну, какое-то вот это вот ощущение, что вот я один, я всегда был один, и вот как же это, я буду еще и размножаться. Возможно, тут есть какой-то психологический компонент, но статистика подтверждает, что да, единственных детей среди чайлдфри очень много. Что еще? Еще это часто бывает наоборот. Старшие дети из многодетных семей. Опять-таки это бывает связано с тем, что в обществе не только многодетные семьи существуют, и они могут сравнивать жизнь своей семьи с какими-то другими. Они видят, боже, мы так ужасно трудно жили в детстве. Я все время должен был кормить там, мыть, помогать ухаживать за младшими братьями и сестрами. Господи, зачем же их было так много? И такие люди иногда говорят, я вырастил всех своих детей в детстве, мне больше не надо. То есть если вот родительство, материнство и отцовство, в данном случае это работа для обоих полов, понимается как процесс, как работа, то человек эту работу уже выполнил в больших количествах, в больших масштабах, ему больше не надо, больше не хочется. Вообще вот все эти темы, они как-то показывают, что просто рождение детей – это не продолжение рода для большинства людей, или продолжение рода там составляет какой-то очень небольшой, незначительный элемент для очень многих людей, которые об этом думают. Есть те, у кого были с матерью какие-то неопределенные отношения и в детстве, и кому она говорила, что вообще детей иметь плохо, но тут бывает по-разному, то есть тут нет такой четкой корреляции. Среди них много атеистов, то есть тех, кто не верит ни в какого бога. Ну, в любом случае, атеисты и люди такие, как по-английски говорят here and now, то есть здесь и сейчас. Вот все, что есть, это то, что есть здесь и сейчас. И давайте посмотрим, говорят они, на родительство с точки зрения здесь и сейчас. Сначала у вас большой животик, потом у вас страшный процесс родов, потом вы кормите грудью, и вы привязаны к этому человеку, и потом вы тоже к нему привязаны, потому что вы его еще и растите. И вот что, собственно говоря, в этом такого? А когда вы умрете, он там будет вашим продолжением, так вы этого все равно не увидите, и вообще какая вам разница? И вообще это вот отдельный человек, это не вы. Это человек, который уже живет для себя и своей жизнью. И поэтому вы об этом думаете только с точки зрения альтруизма. Готовы ли вы, опять-таки, английских нескольких фраз стать родительским материалом и вообще песком под ногами вот этого нового поколения? Если посмотреть на это с такой точки зрения, то действительно, опять-таки, возникает вопрос, а зачем вообще тогда действительно иметь детей людям с точки зрения их собственных мотиваций? И вот в книге одной из исследовательниц, которую изучал Чайл Фрей, приводился даже пример обычных простых людей, ну, мещан, фактически она их почти так и называла, такой бездетной супружеской пары, где жена была очень увлечена тем, что вот у нее очень красивый дом, и она боялась, что дети нарушат порядок и красоту в этом доме. То есть, может быть, даже такая причина.